Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 15 декабря, Православная Церковь совершает память святой мученице Миропии Хиоской. Святая дева Миропия происходила из города Эфеса. Родители ее были христиане. Когда отца ее уже не было в живых, восприяла она святое крещение. Воспитываемая своей матерью в страхе Божием, имела она усердие приходить ко гробу святой мученице Ермеоне, одной из дочерей святого апостола Филиппа. Она брала целебная мира, которая истекала от мощей святой Ермеоне и, поддавая его больным, исцеляла их. В то время царствовал Декий. Когда он воздвиг гонения на христиан, мать Миропии переселилась с нею на остров Хиос, где у нее было родовое имение. Здесь она пребывала с дочерью, затворившись в доме своем и молясь Богу. Однажды на этот остров прибыл князь Нумириан. По его повелению, был взят за исповедание христовой веры блаженный Исидор, муж чудный и благоговейный по званию воин. Так как он не желал отречься от Христа и отвергал поклонение идолам, то князь, подвергнув его различным мукам, осудил на казнь мечом. Затем тело его было брошено в дебрь на съедение зверям и птицам. В некотором же отдалении была поставлена стража, чтобы христиане не украли тело мученика. Исполненная божественной ревностью, святая дева Миропия пришла со своими служанками ночью, взяла тайно тело мученика и с честью, совершив погребальные молитвы, похоронила его в особо приготовленном месте. Узнав, что тело Исидора похищено, князь заключил стражи в оковы и повелел водить их по острову и пытать, объявив, что если они не найдут украденного тела до назначенного времени, то им отсекут головы. Святая Миропия, увидев муки закованных и влекомых стражей и слыша, что им предстоит смертная казнь, умилилась душою и подумала, если эти стражи терпят муки и будут казнены из-за меня, тайно унесшей тело, то горе мне будет на суде Божьем и мучиться будет душа моя, повинная в убийстве тех людей. И неожиданно для всех она воскликнула к воинам. «Друзья, тело погубленного вами взяла я в то время, как вы спали». Услышав это, воины тот час взяли ее и представили князю Нумериану, говоря, «Господин, вот кто украл мертвеца». Князь спросил святую, «Правда ли то, что они говорят о тебе? Правда», — отвечала святая, «как ты смела проклятая женщина сделать это», — воскликнул князь. Миропия отвечала, «Смело, потому что я презираю и плюю на твое окаянство и безбожие». От этих слов гордый князь пришел в сильную ярость и тот час повелел бить ее палками без милосердия. И били ее долго, потом, схватив за волосы, влачили по всему острову и истязали все члены тела. Наконец, еле живую заключили в темницу. В полночь, когда святая молилась, свет осиял всю темницу, и пред нею предстал лик ангелов, посреди их был святой Исидор, и все они пели тресвятую песнь. Возрев на мученицу, Исидор сказал, «Мир тебе, Миропия, дошли молитвы твои до Бога, и вот ты будешь с нами и приимешь венец тебе уготованный». Когда святой Исидор говорил эти слова, святая мученица Миропия с радостью предала дух свой Богу. И наполнилась темница неизреченным благуханием, от которого стражи темницы пришли в ужас и изумление. Один же из них, хорошо все это видевший и слышавший, поспешил к священнику, подробно ему все рассказал, принял святое крещение и впоследствии сам удостоился мученического венца. Тело святой Миропии христиане взяли и с честью погребли, прославляя Бога. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, святого пророка Аввакума, преподобного Афанасия Затворника Печерского в Ближних Пещерах и другого Афанасия Затворника Печерского в Дальних Пещерах, преподобного Иоанна, преподобных Ироклемона Андрея и Феофила, святителя Иссе, епископа Цилканского, святого Стефана Уроша V Царя Сербского, священномученика Матфея Александрова Пресвитера, священномученика Дмитрия Благовещенского Пресвитера и исповедницы Веры Графовой Послушницы, священномучеников Алексея Беляковского, архиепископа Великоустюшского, Константина Некрасова, Николая Заболоцкого, Сергия Кудрявцева, Владимира Проферансова, Иоанна Державина, Феодора Алексинского, Николая Виноградского, Иоанна Днепровского, Николая Сафонова, Павла Понятского, Сергия Фелицина Пресвитеров, преподобномучеников Данакта Калашникова, Косьмы, Магды, Иеромонахов, преподобномучениц Маргариты Закочуриной, Тамары Проворкиной, монахинь, преподобномучениц Антонины Степановой, монахини и Марии Журавлевой, послушницы, мученицы Матроны Конюховой, преподобномученицы Марии Цейтлин, монахини, мученика Бориса Успенского, совершается празднование икони Божией Матери Герантиса. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето!